10 ноября в Доме культуры поселка Дружба на очередном сходе собрались жители, чтобы поговорить о насущном, обсудить вопросы, которые волнуют селян больше всего. С отчетным докладом перед населением выступил глава сельского поселения. Муртаз Пшизов кратко доложил об итогах прошедшего года, социально-экономическом развитии поселения и перспективах. Доходная часть бюджета административного поселения на 2023 год составила 28 миллионов 760 тысяч 678 рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы 4 миллиона 898 тысяч 930 рублей 83 копейки. Безвозмездные поступления 23 миллиона 861 тысяч 747 рублей 62 копейки. На капремонт пешеходного моста через реку Фарс в поселке Дружба 1 миллион 464 тысяч 801 рубль 60 копеек. Капремонт из ДК Хачемзи 19 миллионов 187 тысяч 451 рубль 5 копеек. Расходы по бюджету составили 24 миллиона 960 тысяч 512 рублей. На уличное освещение оплата за год 201 тысяча 584 рубля 56 копеек. Обработка полей от клещей 127 тысяч рублей. Монтаж уличного освещения 485 тысяч 551 рубль. В течение 2023 года материальная помощь выдана в сумме 456 тысяч 730 рублей. Из них семьям мобилизованных и семьям контрактников в сумме 341 тысяча 495 рублей. Оказана материальная помощь в виде подарочных комплектов для детей с семьям с новорожденными детьми в сумме 22 тысячи рублей. Оказана материальная помощь малоимущим жителям поселения в сумме 93 тысячи рублей. За отчетный период на территории поселения зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек пострадало, 2 человека погибло. Из них один несовершеннолетний. В сравнении с аналогичным периодом 22-го года зарегистрировано 4 происшествия, в результате чего 2 человека пострадало, 1 погиб. За истекший период 23-го года на территории Дмитриевского поселения не было выявлено случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также администрация поселения провела две беседы о недопустимости подобного нарушения с лицами, лишенными водительских удостоверений, ранее лишенных. А также в очередной раз призывает всех жителей поселения не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Также администрация обращается к жителям поселения с просьбой, если обладают информацией о факте управления транспортным средством в нетрезвом состоянии водителем, либо поведение водителя вызывает сомнения в его адекватности, чтобы сообщили информацию в дежурную часть ОГИБДД или ближайшему наряду ДПС. Это поможет предотвратить неименуемую беду. По инициативе общественного совета и администрации поселения были направлены обращения в АДГ «Автодор» по обустройству остановок тротуаров вдоль автомобильных дорог регионального значения, а также освещения. В текущем году АДГ «Автодор» произвели строительно-монтажные работы по устройству недостающего уличного освещения двух региональных дорог. Это поселок Дружба, улица Заводская, протяженностью 1 км, и улица Шоссейная, это вот начиная от политоидела до Дружбы, все, наверное, заметили, в ближайшее время уже подключат. Протяженность 6 км. Продолжается работа по межеванию земельных участков под тротуары. В этом году еще был переден земельный участок по улице Заводской, поселок Дружба. И эта работа будет проведена поэтапно, потому что у нас большое количество и большая протяженность региональных дорог разом все просто невозможно сделать. Поэтапно будем еще продолжать эту работу проводить. Установлены границы населенных пунктов и поставлены на кадастровый учет оставшиеся 4 населенных пункта. Это поселок Чехак, хутор Ново-Алексеевский, хутор Отрадный и поселок Плодопитомник. В сумме на 100 тысяч рублей. В настоящее время все населенные пункты поставлены на кадастровый учет и определены их границами. Были проведены субботники числи четверги, где проводились мероприятия по расчистке и побелке лесополосы вдоль республиканских дорог, уборке мусора, несанкционированных свалок, скрашивание сорной растительности. Систематически заменяются лампочки уличного освещения, а также монтаж уличного освещения на сумму 485 тысяч рублей. Произведен ремонт электрических сетей, замены электрических опор в поселке Дружба, улица Садовая, улица Центральная и часть улицы Шоссейная. Там осталось на сегодняшний день демонтаж старых опор и вынести из частных домовладений эти опоры. Администрация муниципального образования Дмитрийское цельское поселение в текущем году приняла участие в республиканской программе инициативное бюджетирование, благодаря чему был произведен капитальный ремонт пешеходного моста через реку Фарс в поселке Дружба на сумму 1 района 464 тысячи 801 рубль 60 копеек. Там также осталось, если вы заметили, на той стороне установить одну опору, это вот в ближайшее время установят и подключат, а так уже мост полностью готов, действует, есть освещение и на мосту, и перед мостом со стороны Дружбы, осталось со стороны Новоалексеевского. Также в текущем году по нацпроекту Культура проводится капитальный ремонт СДК в Ауле Хачемзи на сумму 19 миллионов 187 тысяч 351 рубль. Что касаемо планов на 2024 год, естественно, будем продолжать принимать заявки по уличному освещению от граждан поселения, будем увеличивать количество осветильников, участие также в республиканской программе инициативное бюджетирование, участие в республиканской программе гражданской инициативы, реконструкция также будет произведена на электрических сетей полностью в поселке Чехрак первое отделение, там также находятся опоры в частных домовладениях, полностью будет проведена такая же аналогичная работа. Выполнение топографических съемок по улице Шоссейная 4 дома 21, 23, 25, 27 для дальнейшего проектирования благоустройства дворовых территорий. Восстановление и ремонт гравийной дороги с добавлением песчаной гравийной смеси в хуторе Дмитриевский, улица Степная, протяженностью 300 метров. Также гравийная дорога в ауле Хачемзи, улица Степная, протяженность 940 метров. Гравийная дорога с добавлением песчаной гравийной смеси в ауле Хачемзи, улица Ленина, участок там протяженностью 300 метров. Гравийная дорога с добавлением песчаной гравийной смеси в поселке Чехрак, улица Степная, протяженностью 250 метров. и агравийная дорога с добавлением песчаной агравийной смеси в поселке Комсомольской, улица Зеленая, протяженностью 350 метров. План работы администрации Денисовского поселения на 2024 год направлен на улучшение качества жизни населения и создание комфортных условий для проживания. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Мы всегда готовы прислушаться к советам жителей, помогать в решении проблем, но мы также рассчитываем на поддержку, на ваше деятельное участие в жизни нашего поселения, на вашу гражданскую инициативу. Далее слово взял участкового полномоченной полиции. Он зачитал отчет о происшествиях за 10 месяцев текущего года, а также обратился к гражданам с просьбой быть бдительнее в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества. С начала 2023 года на обслуживании в административном участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Денисовского поселения совершено 16 преступлений, из которых не раскрытыми остается одно преступление. Вероприятие направленное на раскрытие данного преступления и привлечение к ответственности лицо его совершившее проводится до настоящего времени. Подавляющее количество совершенных преступлений обслуживаемой территории относится к изборам имущественной. С учетом складывающейся оперативной обстановки и ее стабилизации на постоянной основе проводятся патриотические мероприятия с подучетным контингентом, в которых на обслуживании участка проживает ранее судимых 3 лица, условно осужденных 6 лиц, страдающих психоневрологическим заболеванием 1 лицо. Состоят на учете по делам несовершеннолетних МОМ РВД России Кашхабрск и 4 родителя. За 10 месяцев 2023 года выявлено 68 административных промышлений. За отчетный период было зарегистрировано и рассмотрено 237 обращений к гражданам, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в установленные сроки, и по каждому из них было принято процессуальное решение. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий, посвященных празднованию 9 мая, последние звонки в школах и так далее. За время проведения этих мероприятий нарушение общественного порядка недопущено. С учетом складывающейся оперативной обстановки в соседних регионах хотелось бы обратиться к жителям Дмитриевского сельского поселения. Сообщать информацию о лицах, вновь перебывших на территории Дмитриевского сельского поселения для проживания, особенно иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц, пребывающих с горячих точек, а также о лицах, рассчитывающих незаконную реализацию спитосорежащих жидкостей, о фактах незаконного вращивания наркосодержащих растений, конопли, мака, а также о лицах, занимающихся незаконным оборотом овесленного оружия. Затем внимание участников схода было обращено на вопросы и мнения жителей, которые также были внимательно высушены. Каждый гражданин имел возможность высказать свою точку зрения и задать вопросы, касающиеся тематики сельского поселения. Заур Хамирзов, в свою очередь, озвучил перспективы и планы, ожидающие решения в сельском поселении, в том числе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Дружба и фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Красный Фарс. Редактор субтитров А.Семкин